Добрый вечер на 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков сегодня в выпуске. Бурков номер один. Было принято решение идти самовыдвижением, а там в дальнейшем я, наверное, буду обращаться к разным политическим силам за их поддержки. Глава региона сегодня подал документы в облсберком для участия в губернаторских выборах. Чемпионат мира по футболу на красной звезде. Три, два, один. Смешилось! Как прошла церемония открытия Мундиаля и как комичи болеют за сборную России, ждем прямое включение со стадиона. Стратегический совет при губернаторе создадут в регионе. Идею озвучили на форуме «Моя малая родина». Самый ответственный этап реконструкции. Здесь важна ювелирная точность. Два огромных крана, которые поддерживают сейчас балку, должны действовать с максимальной синхронностью. В Омске демонтируют центральный пролет юбилейного моста. Купаться уже запретили, а теперь могут запретить загорать. Роспотреба следует на вредной примеси песок с омских пляжей. Врачу года ключи от машины. Не ожидал, если честно, что буду абсолютным победителем. В канун Дня медицинского работника в Омске чествовали лучших врачей региона. Итак, сегодня внимание всего мира приковано к России. На московском стадионе «Лужники» прошла красочная церемония открытия чемпионата мира по футболу уже 21 по счету. При этом наша страна принимает его впервые. Церемония стала настоящим шоу для 80 тысяч зрителей и миллиардов телезрителей по всему миру. Еще до начала программы трибуны исполнили калинку, а после выступили известный британский поп-исполнитель Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Грифулина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналду. В Омске устроили свою церемонию открытия. Она прошла на стадионе «Красная звезда», которая станет центром притяжения футбольных болельщиков на все время чемпионата. О том, какая атмосфера царит на «Красной звезде», нам расскажет Юлия Ковыршина. Добрый вечер, Юля. Ты еще не оглохла от фанатских речевок, а может, и сама сорвала голос, болея за Россию. И прямое включение лучше отменить? Денис, ничего не отменяем, ничего не отменяем. Слушайте, что сейчас скандирует стадион «Красная звезда» Дзюба. Дзюба, мы только что радовались вместе со всей нашей страной третьему голу сборной России. Ну, давайте еще покажем, как мы болеем за Россию. Россия, вперед! Ну, чтобы буквально мы вот минуту не успели вам показать, да, как стадион встречал третий гол сборной России, но зато мы записали, как «Красная звезда» радовалась первому и второму голу наших футболистов. И у нас есть это видео, давайте мы вам его покажем прямо сейчас, чтобы вы поняли, какая у нас здесь атмосфера царит. И у нас здесь есть юный болезщик, который очень просит, чтобы мы покасались. Вы сказали его в прямом эфире, как он болеет за сборную России. Россия! Его зовут Макар, очень просился в эфир. Итак, полодиннадцатого вечера. Омск не спит, Омск болеет. Вы сами видите, сколько много болельщиков собралось на «Красной звезде». Трибуны заполнены под завязку. Мест всем даже не хватило. Многие, как вы видите, стоят и смотрят трансляцию стоя. Многие смотрят трансляцию сидя. В основном это, конечно, детки. В общем, мы здесь совершенно не ощущаем, что мы в Омске, а не в Москве на стадионе «Лужники». Все у нас здесь действительно так же круто, так же ярко, так же феерично. Тем более наша команда выигрывается с таким классным счетом. Поэтому настроение самое, что ни на есть. Да, ну, слышите, да? Слышите? Как поддерживают Россию здесь, в Омске. Ну, а я еще расскажу, что праздник у нас здесь начался задолго до начала прямой трансляции. Здесь на стадионе «Красная звезда» была организована праздничная программа. Болельщиков встречали и на входе на стадион. И здесь прямо на футбольном поле выступали артисты, выступали воспитанники Омской спортивных школ. С приветственным словом к болельщикам обратились первые лица региона и города. Вот что сказал глава области Александр Бурков. Давайте послушаем его выступление. Сегодня исторический день. Россия впервые принимает международный чемпионат по футболу FIFA 2018. Как сказал президент Путин Владимир Владимирович, мы открыли всему миру нашу страну и наши сердца. И сегодня город Омск присоединяется к этому большому спортивному празднику. Ну а мэр города Оксана Падина сегодня не только приветствовала болельщиков, но даже разогревала их. Она буквально в смысле завела стадион «Красная звезда» еще до начала прямой трансляции. Вот как это было. Давайте посмотрим. Мы решили поболеть сегодня вместе. Вот такой одной большой командой болельщиков. И я уверена, что такого телевизора у вас дома нет. И мы сегодня с вами собрались, как сказал Александр Леонидович, для того, чтобы воссоединиться мысленно с нашей командой и передать всю свою энергию, все свое настроение, все свои эмоции в бутсы наших футболистов. Да пребудет с ними сила. И я вам предлагаю позвать нашу российскую победу. Давайте потренируемся. Я говорю «Вперед, Россия!» А вы «Оле-оле!» Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Спасибо! Ну что, 77-я минута игры идет. Мы продолжаем следить за матчем открытия чемпионата мира, сборной России, сборной Саудовской Аравии. Стадион никуда не расходится. Я уверена, что все здесь будут до конца матча, а затем, наверное, продолжение тоже последует. Я думаю, Омск сегодня спать не будет. Если сборная победит, она, ну, скорее всего, победит. Мы очень на это все надеемся. И шансы уже, ну, просто максимальные на победу сборной России. Я думаю, что Омск сегодня спать не будет. Мы будем праздновать эту победу вместе со всей страной. Ну, а я еще хочу сказать о том, что весь месяц, что будет продолжаться чемпионат мира по футболу в России, здесь, на стадионе «Красная звезда», будут идти прямые трансляции. То есть все игры, самые яркие, интересные игры, конечно, с участием сборной России, не только с участием сборной России, можно будет смотреть вот в такой невероятной атмосфере. Расписание трансляции есть на сайте городской администрации. Здесь фойе на «Красной звезде». Мы тоже видели стенды с расписанием этих трансляций. Да, на фасаде стадиона тоже висит такая таблица, где можно увидеть, когда и во сколько можно прийти сюда и поболеть со сборной России вообще за красивую игру и за футбол здесь на «Красной звезде». Денис, ну ты слышишь, да, что я уже, голос уже мой садится, поэтому действительно, давайте, наверное, будем заканчивать прямое включение, будем продолжать смотреть игру и болеть за Россию. Россия, вперед! Спасибо, Юлия. Юлия Ковершина с включением со стадиона «Красная звезда», где сегодня мячи болеют за наших. Футбольная лихорадка захватила каждый уголок нашей страны задолго до начала престижного мирового турнира. В городах, где пройдут матчи мундиаля, готовились к приему гостей серьезно. О том, сколько сборных претендует на главный трофей состязаний и как Россия встречает их, в материале Татьяны Денисовой. Такого страна еще не видела. 11 городов, 12 только что построенных или реконструированных арен, лучший международный вещательный центр, по мнению президента FIFA, и самый большой призовой фонд в истории. Все это чемпионат мира по футболу в России. Впервые мундиали проводятся в нашей стране. По прогнозам, смотреть турнир будут более 5 миллиардов человек по всему миру. Целый месяц Россия будет находиться в центре внимания всей планеты. К нам съезжаются туристы со всех уголков земного шара. Ожидается больше миллиона человек. А мячи не отстают. Едут на футбольные матчи с семьями, большими компаниями, с друзьями. Дмитрий Кунгурцев и Илья Хворов решили, что поедут на чемпионат еще осенью. Попасть на мундиаль было мечтой. Заранее оформили отпуск, билеты купили еще до жеребьевки. Почти наугад. Выработали свою тактику, выбирали игры стран-участниц из первой корзины. Там самые сильные сборные. Таким образом, пять матчей в трех городах России. Мечта детства вот таким образом реализуется, потому что, когда все смотрели чемпионат мира 98-го года, 2002-го, вот, наверное, все мы с пацанами хотели побывать на таком мероприятии, на таком событии. И вот то, что в России проводится, нельзя упустить, конечно, такой шанс. Первый в истории футбольный чемпионат мира прошел в 1930-м году в Уругвай. Тогда участвовало в нем всего 13 стран. Победителем стала сборная хозяев. Второе место заняли аргентинцы, третье – американцы. За всю историю первенства только восемь сборных выигрывали Мундиаль. Самая титулованная страна – Бразилия. Пять побед. Ну, а действующий чемпион мира – сборная Германии. Кубок в руках у Филиппа Ламы. И вот он, тот момент, о котором мечтает каждый футболист. С 1974 года победителям вручается Кубок мира FIFA. В сентябре прошлого года главную футбольную религию привозили в Омск. Зрители рассматривали его в прямом эфире 12-го канала, в программе «Тот еще вечер». Трофей также выставляли на футбольном стадионе и в торговых центрах. «Три, два, один». Кто получит трофей в этом году, станет известно 15 июля. Среди фаворитов – Бразилия, Германия и Испания. Всего в чемпионате примут участие 32 команды. В ходе жеребьевки их разбили на восемь групп по четыре сборной в каждой. Ну и, конечно, уже сейчас спортивные аналитики строят прогнозы. Так, группа математиков из университетов Германии и Бельгии просчитали шансы команд на победу. И главными претендентами на чемпионство называют Испанию и Германию. Учитывали такие факторы, как ВВП страны, рейтинг сборных и средний возраст игроков. Но, как показывает практика, прогнозы – дело неблагодарное. Следим за чемпионатом, болеем за наших. Татьяна Денисова, 12 канал. Предложением Александру Буркову выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Омской области сегодня закончился региональный форум «Моя малая родина». Результат оказался беспрецедентным. Идею поддержали и высказали за главы всех 32 районов и депутаты областного законодательного собрания. Как говорят эксперты, такая поддержка со стороны представительных органов в России была продемонстрирована впервые. Вообще же этот форум стал знаковым еще и потому, что на нем глава региона заявил о создании стратегического совета при губернаторе. Он будет отвечать за разработку и контроль процесса реализации региональных проектов в рамках майских указов президента. Тахмина Тенысова продолжит. Калачи, футбольные мячи, спортивные кубки, технические разработки, исторические памятники. 37 стендов. Это презентация достижений всех районов области, городских округов Омска, а также проекты, которые могут попасть в национально приоритетные. Вот, например, один из таких актуальных – экологический. В Калачинске мечтают создать природный парк прямо на острове. Чистым воздухом, возможностью побыть на природе. Это парк, окруженный со всех сторон водой. Это остров. Конечно, на сегодняшний день наша главная задача – это привезти туда энергоносители все, чтобы там была вода, газ, электроэнергия в полном объеме. Автари хотят восстановить исторический облик древнего города, и можно будет любоваться, даже проплывая по реке. Позволит сохранить ту структуру и ту изюминку города Тару с ее 425-летним юбилеем на будущий год. Тару будете разворачивать в сторону реки? Ну, планируется только пока сделать вид на историческую тару, чтобы можно было ее посмотреть как с верхних площадок, которые будут также обустроены, смотровые площадки, так и с нижней части города. Чтобы будет видно, как был Кремль на самом деле, какая была крепость, какие были сооружения. Стенды – лишь часть форума «Моя малая родина». И представлены они не случайно. На пленарном заседании глава региона Александр Бурков заявил о создании стратегического совета при губернаторе. Туда войдет не только кабинет министров, депутаты, но и главы районов и даже небольших сельских поселений. Совет будет отвечать за разработку, контроль и реализацию региональных проектов в рамках национальных, которые войдут в майские указы президента. К 1 октября правительство России представит 12 нацпроектов. Те регионы, которые в них попадут, получат средства на развитие. А Омская область пока особой активностью в битве за федеральные инвестиции не отличилась. Из 44 уже действующих программ регион участвует лишь в 12. Мы используем этот потенциал меньше, чем на одну треть. Мне эта ситуация напоминает одну известную притчу. Когда стоит мужчина возле киоска с лотерейными билетами и лихорадочно молится. Боже, дай мне выиграть. И так проходит час, два. Потом расходятся облака на небе и сверху громогласный голод. Слышь, мужик, ну ты хоть билет-то купи. Вот мне кажется, это действительно наш случай. Не купив билета, мы с вами годами жалуемся на невзгоды и ждем спасения. И чтобы этот случай канул в небытие, глава региона призвал максимально активизироваться, сформировать перечень предложений и экономически их обосновать, чтобы заявить о своих амбициях федеральному центру раньше других регионов. Ведь, цитирую, кто раньше встал, того и тапки. Совет будет работать постоянно, в том числе и по важным вопросам социально-экономического развития региона. При этом все, кто войдут в совет и станет участником площадки по обмену мнениями и практическими решениями, будь то министр, депутат, глава района или сельский, будут общаться на равных. Такой формат работы в регионе внедрен впервые. А также место, где открыто и без ретуши могут быть оценены и проанализированы ошибки органов государственной, так и муниципальной власти. Я постарался взглянуть на итоги глазами простого человека. И, к сожалению, не испытал прилива оптимизма. Я не хотел бы сегодня сетовать на сложность ситуации и короткий период, который был отведен на тушение разного рода пожара. Мы должны сегодня смотреть в перспективу. Выявлены системные ошибки, необходимо оперативно исправлять. И не допускать повторения. И для этого нужно работать в команде. А по мнению председателя Заксобрания региона Владимира Варнавского, чтобы она была, нужен командир. И провел голосование за выдвижение Александра Буркова в качестве кандидата на пост губернатора Омской области прямо во время пленарного заседания. Нужен, конечно, в этом сложном вопросе человек, который бы возглавил реализацию этих задач. Нужен вожак, как хотите, лидер, высшедолжностное лицо Омской области. За столь короткое время мне пришлось очень тесно работать, все временно исполняющим обязанности губернатора. Что его отличает? Ну, прежде всего, опыт работы, управленческий. Он был заместителем губернатора колосса Свердловской области, Росселя. Успешно работал. Он имеет опыт законодательной, представительной деятельности в Государственной Думе. Он имеет международный опыт, дипломатический. Он был членом парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот давайте поднимем руку. Я спрошу, кто за? Впервые в истории региона кандидата единогласно поддержали все главы районов области. Депутаты городские, муниципальных образований, сельских поселений и общественники. Сегодня временно исполняющие обязанности мы честно посмотрели на ту ситуацию, в которой мы находимся. Это все надеются, в том числе и мы, что это позволит выработать правильные решения для того, чтобы двигаться вперед как раз по исполнению указов президента. Практически нет дня, чтобы он не встречался с кем-либо из депутатов законодательного собрания, с депутатским корпусом районного уровня. Мы постоянно обсуждаем проблемы, ищем какие-то пути решения. То есть мы находимся в постоянном диалоге и полагая даже вот какие-то были сложные моменты у нас и вот сейчас весной, в ходе посевной. И принимались очень, я еще раз повторю, взвешенные решения. Это показатель того, что человек очень быстро, четко реагирует на складывающую ситуацию. Тахмина Танисова, Юлия Думанова, Сергей Гаев и Павел Манжос. 12 канал. И сегодня же Александр Бурков стал номером один. Глава региона первым подал документы для участия в выборах губернатора Омской области. Они состоятся 9 сентября этого года. Событие это вызвало настоящий ажиотаж среди журналистов. Представителей пресса собралось такое количество, что некоторым даже пришлось наблюдать за процессом из коридора. Предоставив необходимые документы, глава региона пообщался с журналистами. Он сообщил, что во время предвыборной гонки намерен не только вести агитацию, но и продолжит решать конкретные задачи по развитию региона. Одно из главных наладить обратную связь между населением и исполнительной властью. Почему выдвинулся я и сегодня сдал документы в избирательную комиссию? Потому что мне кажется, что я готов сегодня при поддержке населения, при поддержке сегодня общественности возглавить Омскую область. У меня было 8 месяцев для того, чтобы ознакомиться с регионом, определить те слабые места у нас в экономике, в системе управления, и у меня есть понимание, что сегодня необходимо менять. Было принято решение идти с самовыдвижением, а там в дальнейшем я, наверное, буду обращаться к разным политическим силам за их поддержкой. Александр Леонидович выбрал себе непростую дорогу, нужно сказать, потому что самовыдвижение предполагает более более сложный путь, чем, скажем, выдвижение от политической партии. Ему, кроме вот этого пресловутого муниципального фильтра, нужно еще будет собрать подписи избирателей. Поэтому сегодня это выдвижение, и мы начнем проверять эти подписи только 15 июля. Добавлю, Александр Бурков пока единственный, кто заявил об участии в предвыборной гонке, однако в региональном избиркоме рассказали, что в комиссию ранее обращались двое мячей. Полный комплект документов они не предоставили, поэтому просто получили консультацию от специалистов комиссии. Одному из претендентов выдали текст закона о выборах и предложили изучить, второй оказался слишком молод, чтобы бороться за губернаторское кресло. Ему 28, а участвовать в губернаторских выборах можно с 30 лет. Сегодня не стало Станислава Говорухина, ему было 82 года. Народный артист, великий режиссер, депутат Госдумы скончался после продолжительной болезни. Среди самых известных работ Говорухина такие картины, как «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». Настоящую славу Говорухину принес телесериал «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким. Так получилось, что свое последнее большое телевизионное интервью режиссер дал 12-му каналу. В апреле 2017-го он приезжал в Омск о своем творчестве, российском и голливудском кино, о проблемах в сфере культуры рассказал в программе «Первые лица». В Омске демонтируют центральный пролет юбилейного моста. Это самый сложный этап реконструкции. И именно от его успешной реализации зависит окончательный срок сдачи объекта. Посмотреть на то, как идут работы, пригласили омских журналистов. Мост закрыли на капитальный ремонт в октябре 2017-го года. Согласно госконтракту, движение по нему должны запустить в ноябре 2018-го. Но подрядчик работает с опережением графика. Наталья Змага продолжит. Демонтаж центрального пролетного строения юбилейного моста один из самых важных и сложных этапов реконструкции. Здесь важна ювелирная точность. Два огромных крана, которые поддерживают сейчас балку, должны действовать с максимальной синхронностью. Два Днепра над Омкой поднимают 40-тонную балку. Бетонная махина зависает над рекой. Строители в это время следят за тем, чтобы процессу не помешала оставшаяся арматура. На площадке круглосуточно находятся около 30 специалистов. Под покровом ночи конструкцию распилят здесь же на мосту и по частям увезут на свалку. И так восемь раз. Именно из такого числа балок состоит центральная часть пролета моста. Завтра снимаем следующие две балки. После этого на три дня мы ставим металлическое временное пролетное строение. Монтаж три дня осуществляется. После этого за один день мы снимаем оставшиеся две балки и увозим. Все. На этом весь демонтаж у нас закончен. Остаются только монтажные работы. Уже на постоянное место ставим пролетное строение. Эти работы займут около 20 дней. Затем будет сделана гидроизоляция и начнется внешнее благоустройство. Установка столбов освещения, асфальтирование тротуаров и долгожданной проезжей части. Все его ждут. Не только я. Потому что иногда бывает через левый берег ездишь. И через горбатый. Везде пробки. Конечно, ждем, когда его откроют. Так что будем надеяться, что в срок. Ну и красиво будет. Сначала мост планировали открыть в сентябре 2018 года. Потом перенесли на конец мая, а после – на середину июня к открытию чемпионата мира по футболу. Забить гол в водные ворота Омска во время проведения мундиаля не удастся. Зато качественно отремонтированный мост прослужит омичам полвека, обещают строители. Горожане в свою очередь надеются, что последняя озвученная дата завершения ремонта, а это 1 августа, дальше не сдвинется. Наталья Змага, Денис Лопарё, 12 канал. В этом году омичи могут остаться без загара. Горожан, возможно, не будут пускать на городские пляжи, даже для того, чтобы позагорать. Окончательно это решится после того, как специалисты регионального Роспотребнадзора исследуют шесть проб песка, отобранных на берегу Иртыша. Их проверят на наличие вредных примесей. Если их обнаружат, все пляжи будут официально закрыты. Итоги должны озвучить в течение недели. Между тем, ведомство не рекомендует омичам купаться в акватории Иртыша. Все 20 проб, что отобрали специалисты, не соответствуют нормам. В Омске назвали лучшего врача года. Им стал доктор из Солнцевской сельской амбулатории Анатолий Лучко. За профессиональные успехи глава региона Александр Бурко вручил ему ключи от автомобиля на торжественной церемонии, приуроченной ко дню медработника. Она прошла сегодня в концертном зале. Дипломы получили 52 медика. Среди них неонатологи, неврологи, инфекционисты, травматологи-ортопеды. Жюри определило победителей в 26 номинациях. Добавлю, сегодня в здравоохранении региона работает более 44 тысяч специалистов. В этом году правительственные и ведомственные награды получат больше 1600 омских медиков. Не ожидал, если честно, что буду абсолютным победителем. Большое спасибо за оценку труда сельского медика, нашему губернатору, нашему министру. В сельской местности очень тяжело работать, да, доктор? Он же одновременно и есть скорая помощь. Он же и скорая помощь, он же и стационар, он же и участковый. Ну вот я 34 года отработал в селе. Как закончился тут, так в деревне поработал. Виртуальный город будущего на примере отдельного предприятия. На базе технопарка «Газпромнефть» прошел форум «Возможен ли цифровой Омск?» роль IT-сообщества власти и бизнеса. Больше 50 экспертов, программистов, руководителей компаний и представителей власти обсуждали перспективы виртуального управления с помощью искусственного интеллекта как технологическими процессами внутри промышленных концернов, так и в обыденной жизни горожан. Что ждет Амичей в ближайшие пять лет в нашем материале? Мир оказался в цифровой воронке. На ее периферии сырьевые отрасли, которые только начинают движение по пути автоматизации процессов и анализа больших данных с минимальным участием сотрудников. Но и здесь есть лидеры. Создание цифрового двойника предприятия, позволяющего из одной точки управлять целым заводом и тестировать новые разработки без серьезных финансовых затрат и рисков. Вот чем занимаются специалисты технопарка промышленной автоматизации «Газпромнефть» уже несколько лет. Цифровые технологии для нефтегазовой компании не дань моде. Это не все большее углубление IT или автоматизации. Нет, это, прежде всего, инструмент повышения эффективности, надежности, безопасности экологически основного производства. Как увидеть цифровизацию глазами? На уровне добычи нефти видно, как движется бур внутри цифровой модели скважины. На этапе переработки сырья, как функционируют предприятия, его внутренние процессы. При желании можно проследить путь бензина от нефтезавода до бензобака. Мы можем сравнивать разные компании, находясь, по крайней мере, в Москве или в каких-то других городах Петербурга. Мы что видим? Что для каких-то компаний, ну, это еще вопрос такой, но мы еще успеем, мы еще раскачаемся, мы еще к этому рано или поздно придем. Куда нам торопиться? У нас есть гарантированные рынки, у нас контракты на пять лет наперед прописаны. Эти пять лет пройдут очень быстро. Управление с помощью искусственного интеллекта возможно не только технологическими процессами, но и городскими системами. По утверждению специалистов IT-отрасли при крепком союзе с властью Омск уже в ближайшие пять лет может стать современным цифровым мегаполисом с компьютерным управлением всех служб городского хозяйства. К слову, первые шаги сегодня уже сделаны. Региональное министерство экономики предложило айтишникам сотрудничество. Никита Смирнов, Вадим Насардинов, 12 канал. После короткой рекламы прогноз погоды, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе, найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест Окна ПВХ от производителя 999-222 По здоровью есть вопросы 48 38 38 Ходила раньше Вероника из Знаменского за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома в низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь футболка для девочек всего 99 рублей. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть от шампуня до косметички. Ковка 509 017 509 017 Сеть магазинов «Мясная лавка» «Сибирские колбаса» открыла первую бокалеву формата «Халяль». Новый отдел появился по адресу Жукова, 70А. Главная идея открытия такого магазина дать жителям Омской и Омской области возможность приобрести свежее мясо соответствующие всем нормам стандарта «Халяль». На открытии бокалеи побывала и наша съемочная группа. Канина, говядина, индейка, курица, а также колбасы и деликатесы. Возможность купить мясо качество «Халяль» появилась у жителей Омска. Первый отдел с продукцией «Халяль» открылся в магазине «Мясная лавка» на улице Жукова. Сертификат «Халяль» подтверждает соответствие выпускаемой продукции санитарно-гигиеническим, технологическим, религиозным требованиям и выдается после тщательного изучения экспертами всех стадий производства халяльной продукции на предприятии. Основным поставщиком продукции является ООО «Сибирские колбасы». Не так давно было принято решение организовать производство полуфабрикатов и колбасных изделий под маркой «Халяль». Эти продукты изготавливаются по всем исламским нормам и под контролем управления мусульманского духовенства Омской и Омской области. В приготовлении колбасных изделий и деликатесов используются только сертифицированные мясное сырье, специи, оболочки и другие ингредиенты, происхождение и состав которых не вызывает сомнения. Это сегодня у нас в нашем регионе первый магазин. Но надеемся, что еще сеть магазинов халяльной продукции и магазинов мясной лавки будет расширяться, так как потребность на сегодняшний день есть. Тщательное соблюдение санитарных норм и правил стандартно халяль гарантирует, что в продукты не попадут запрещенные компоненты. Леана Шанина, Святослав Клименко, 12 канал. Воздушные гимнасты, бесстрашные дрессировщики львов, а также фантастические, а порой и опасные трюки, в том числе и номер, занесенный в Книгу рекордов России. Все это и многое другое ждет публику в уникальной программе «Звездный круиз», премьера которой состоялась в Омском цирке 10 июня. Подробности в следующем сюжете. «Звездный круиз» — яркое шоу для всей семьи, способно удивить даже самого искушенного ценителя циркового искусства. Зрители отправятся в путешествие к созвездиям Большой Медведицы и Льва, где встретятся с настоящими хищниками, увидят танец любви Марса и Венеры, познакомятся с крылатым пегасом. Один из самых опасных и экстремальных номеров — колесо смелости в исполнении братьев Суанбековых. Артисты работают на высоте 10 метров без страховки. Это цирк, здесь, знаете, настоящее искусство, где ты не выступишь под фанеру, приходится полностью выкладываться. Поэтому, да, бывают немножко другие, большие, а греки, но все они вроде все хорошо. Артисты Ольга Борисова и Алексей Макаренко, работающие со львами, в новой программе продемонстрируют настоящие чудеса дружбы с хищниками. Очень понравилось. Мне понравилось первое выступление, когда гимнасты окружились. Вот. И лошадка еще понравилась. Зрители также ждут яркие спецэффекты, фантастические костюмы и декорации, которые создадут по-настоящему космическую атмосферу. Наталья Роблева, Леоношанина, Святослав Клименко, 12 канал. И о погоде завтра, 15 июня, по области в Омске перемена облачности, ночью в рынок возможен дождь. Столбики термометров покажут 12-13 градусов тепла, днем до плюс 19. В Омске ночью 12-15 тепла, днем до плюс 21. Ветер западный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров в артутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова